Ну, в общем-то, то, что мы планировали, кроме, естественно, 15-й, то мы постарались выполнить контроль мяча за счет контроля создавать моменты. Так как у нас все-таки уровень игроков повыше, отсюда мы должны были вкладеть инициатива и взять под контроль мяч. Когда все это было, значит, игра не уходила из-под, так сказать, ценов, но на ровном месте получали пенальти, необязательно, и 5-10 минутка, пресс как. Повторяется. Ну, хорошо, еще второй этап был впереди, и все стало на смену. Ну, в целом, наверное, середине первого тайма не хватает нам, да, и, наверное, и второй тайм, пару минут надежности не хватает, надежности именно футболистам. Поэтому, нужно ждать, церпеть, я думаю, вот эти игры с серьезными соперниками закалят, и придет время, когда, я думаю, надеемся, что он отрубит. Немножко не было задержанных футболистов, но желание отдать им плододолженность присутствует. Ну, а там, в двору спец, Сергей Владимирович, объясните, пожалуйста, свой выбор Юрьевича на позицию опорного полу защитникова, который он посмотрелся, но, конечно, не видеть. Встретили уже, просто в двору смотрелся, правильно? Ну, и, кстати, еще выборы. Ну, он, мы опробовали в тренировках, и в этой позиции, раньше он в молодом возрасте тоже там играл, были такие мальчики, поэтому опыт есть опыт. Вазимир Алексеевич, а что сегодня случилось с центром поля? Казалось, что опорники очень глубоко садятся, аж на линию штрафная. Это была какая-то задача? Нет, ну, задача была выше встречать, и соперник заставил. Коллега сказал, что опытно играет и знает, когда придержать, когда нет. У нас этого опыта пока не хватает, хотя мы по ходу матча выпускали только на группу атаки. И не собирались отсиживать себя, пока не хватает силенок и мастерства. Спасибо. 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 Спасибо.